офигеть вот вам и весна товарищи какие хлопья крупные смотрите друзья у нас зима в начале марта ха-ха-ха это просто офигеть я просто в шоке такие эмоции я просто я просто 4 года виталий я еще не видела снега а только в горах смотрите я в шоке просто шоке когда посмотрела в окно я охренела смотрите какие крупные хлопья так я собралась беру куртку капюшон и иду идут под снегом побегают ручки под снегом муж говорит что я больная ашо для ночи так не хватает снега смотрите какие крупные хлопья друзья погода конечно офигительная но знаете как смотреть с окна солнечная талия вот с окна наблюдать за снегом конечно красота но на улице это жесть у меня ребенок в шоке он смотрит в шоке это его первый снег новитка ура зима слепим хорошо что у меня зонтик был не ну реально слепим мамочку бабку сейчас какую-то снежную реально красота на улице но просто снег бренд такой знать мокрый и и сразу мокрая вся но круто я жарко солнце когда еще блин мы увидим снег идем прогуляемся малому на коляску поставили этот плащевик него есть такой дождевик как он называется немало и такой шоке глаза открыл смотрит от радости не может ой мамы спит уже засыпает свежий воздух круто короче мы идем на рынок купил фрукты хотя если не знаю есть ли рынок сегодня при такой погоде красота такие полные машины снега это зима 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 я счастлива друзья что еще нужно для счастья игру жорику блин ездили в горы платили кучу денег чтобы блин побегать под снегом а тут же бесплатно и жорик не хотел еле ничего сейчас сделаем кружочек и домой не пофоткаемся в парк хотела зайти в парк пофоткаться парк закрыт чего его закрыли что же мне топтали или шок или чтобы с него не потеряться внутри и чистый а типа чтобы не бордачить чтобы они потом не имели работу мы купили фруктики банальчики там мандаринки все такое яблочки и будем идти домой шоу бы такой погоде рынок такой маленький там буквально пару дядек продавали яблоки там пару шмоток жалко шипа уже вышла подышать да но женщина не хотела выходить на работу по такой погоде могут выйду я хоть пораду снегу подошел свежим воздухом здесь такой классно парк снег фигачит смотрите такие хлопья крупные коляска еле едет малый спит классно папа пойдет домой покажет тебе как надо спать все убрать немножко в доме я мы купили курицу гриль на обед покушаем сразу чтобы ничего не готовить короче ребята вот вам и весна зима вот это да я даже не ожидала я просто в шоке сегодня у нас 3 марта вот вам и 3 марта у давидки 5 марта три месяца сегодня итальянцы в шоке они они просто в шоке шоу снег они они в шоке я в шоке итальянцы тем более в шоке аймур идем дядька раз пропускают жорик не может рулить короче такие дела друзья вот вам весна а я уже купила себе брючки рубашечку кроссовки еще хотела купить уже на весну леночка готовилась а потом и зима опять шапка шарф ну ничего думаю пару дней поснежит поснежит и будет потепление было нереально чтобы так длилось долго ну хотя у нас все может будет все может быть это опять мы ленчик джорджик и две короче друзья вчера так снижило так снижило а сегодня шо болото было бы я щас все лету надо было бы бывать калоши кирзовые сапоги покулина и идти до трассы вообще вот в деревне когда вот такая погода это жопа болото в резиновых сапогах но зато свежий воздух все натурально зато блин вот корова зато натурально вот именно воняет зато натурально а тут все блин здесь вчера было свежий воздух да сегодня но вчера но вчера классно снижило все уже будет потепление дома таки март уже сегодня наши 4 недели еще дождя будут от тебя кто сказал завтра 5 марта давидки 3 месяца будет свечку дуть дома будем свечку дуть малый спал до сих пор сейчас смотрит рассматривает куда мы едем до мальчики рассматриваешь мир домами можете прогуляться на море воздух свежий не брал как обычно может быть уже после снега но воздух свежий и надо потянуть и свечки 03 я хочу сделать 03 0609 и годик и потом сделала все вместе мама че такие планы ураган как получится бы я хотя купила ему свечки 01 на первый месяц а тогда было не до тортика не для свечек там был пупок падал висел нам было не до того а сегодня уже на завтра леночка приготовиться хочу зайти в вестибене померить эту рубашку я купила вообще на рынке на рубашку глаза не 20 евро вчера захожу в этот наш магазин как бы фирменный хороший вестибене 26 я просто того добавила бы пятерик там шестерку взяла бы здесь иду-иду-иду быстро короче этот наш магазин возле дома вестибене он вообще считается дорогой магазин и якобы туда редко захожу только когда вот этим вывески типа 70 процентов там или скидки скидки да и вот сейчас нам поставили 70 процентов скидки я думаю ду-ка я гляну и вот я приметил эту рубашку такая классная черная туз такими штучками короче слеж ее цена была 70 с чем-то и за 26 я такая а я буквально в эту среду на рынке купила себе рубашку за два цари тоже черная то с такими штучками но она мне чуть большого ты знаете я думала типа ладно я ее беру поду китайцам и сбоку ушью и как увидел эту рубашку вестибене думаю похудела после родов но опять начал набирать вес и вот и сейчас померила эту рубашку вестибене конечно качество видно что то не рынок но большая тоже на меня а я гружорку по понту я куплю опять большую рубашку еще пойду обижу ушивать у китайцев ну короче тогда тушу я купила на рынке в общем просто сбоку у китайцев и буду ее таскать девочка уже покажет вам дома рубашку и две пары штанишек купила одни такие черные брючки типа классические а другие знаете как сейчас в моде вышла по бокам с такой линией типа спортивки классный потом мне нужно счет аналка мне нужна пудрочка так что и дом в поисках жори гатча хочешь сказать что ты в нашей 5 дуга лигать уже миллион раз да друзья кто не в курсе это наша 5 дуга либе не кажется что мы живем вот это наша 5 дуга ли уже миллион раз говорила что мы молдаване живем в италии в городе виде вону это наша 5 дуга ли это для новеньких и наше солнце давидушка три месяца завтра до видушки короче мы идем к румынам купить сметанку для моего тортика я хочу петь черный принц для принца принц для принца облом товарищи и шлежда румынского магазина он закрыт это девушка мне сто пятьдесят раз давала номер телефона грит звони у я себя беременна я приходила с пузом таким большим за селедкой лиза творогом а не было и нам не говорит дозвони перед тем как приходить а это я так давайте выйду прогулялись за дно и вот сейчас пошли прогрега на муж игре раз утром позвони солнце и спроси если не работают игру работают они они работали до обеда они только до часу работали сегодня а я сметану только у них могу купить лоша у итальянцев есть вам черный принц сделаю вам мальчики черный принц короче у итальянцев есть пана она не вкусная как чувствую запах паны не 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 ну что сделать приз это с утра одевать ребенка идти к румынам братьте сметану и быстро делать тортик блин вот что я не позвонила им если бы знала что не работу до белоту с утра бы сбегала к ним а я думаю после обеда выйдем на прогулочку а вот не посмотрели позвоню вначале позвоню и спрошу себе сметана натуре но все-таки далековато магазин от нас не прям под домом короче товарищи посмотрим зато с утра у нас давидка заснул спите не сладко купила я у китайцев свечки малому 03 а потом поменяю местами и мне же 30 ник в этом году тоже свечки зря не пропадут офигеть мне 30 ник в этом году короче у меня 3 июня будет 30 лет а малому 5 июня будет ровно полготика здорово вот будет пьянка папка да алла мы уже дома по дороге зашли мы в пене я взяла кефирчик мне нужно было для тортика и что-нибудь там покушать и что вы думаете вспомнила яшу наша галюся галюсик привет тебе поцелучки от леночки говорила что она покупает йогурт греку типа как наша сметана сотрю я у нас в пене тоже есть вот этот йогурт греку вот тут пишут и йогурт ну номер один типа в гречи типа греку короче вот это йогурт греку игру жарку давай попробуем этот йогурт греку взять типа вместо сметаны а вдруг получится чтобы завтра утром не просто не вставать не идти в румынский магазин это будет долго это то я буду делать в обед и он до вечера тупо не успеет мне пропитаться игру солнце давай попробуем лучше будет получится хорошо не получится сыр но гостей мы не ждем сына сами затотим и мы решили взять этот йогурт греку а тут короче 500 грамм почти 4 евро 380 что такое ну как бы это не пана не та итальянская пана за которой вам говорила а это именно йогурт так что надеюсь что получится покажу быстренько забежала я в наш beauty star магазин там типа косметика все такое я купила себе тоналку вот я все время показываю что белу беру от лореаль такую тоналку взяла тоже у них же пудра мне нужно было тоже от лореаль мне дали в подарочек вот тоже от лореаль вот эту штучку спонжик там за как называется для нанесения тоналочки такая черная стильненькая уже покажу вам штанишки я говорила что я купила вот такие типа как спортивные с вот такой штучкой сбоку на низу с подкаткой материал за эти такой типа как типа спортивный непонятно короче вот такие штанишки кстати я брала в овс такие штанишки сбоку с полосочками леночка как-то оденет и потом уже покажет 20 евро кстати стоили и другую пару вот типа вот такие типа как брючки классические вот типа под брючки катят и такую вот рубашку тут с такими штучками на плечке и тут завязывается как бы такая красивая классическая рубашка но она мне большая если я смогу пойти китайцам ушить по бокам было бы здорово туша тут наверху прямо шикарно на смотрится мне очень нравится так что посмотрим что получится ладно друзья я берусь за тортик мой мор наверно будет делать пасту с чем-нибудь не знаю хотя я думала зато пасту будем делать с гамбером мы покупали эти креветки думала сделаем пасту с креветками откроем шампанское будет тортик и мало мы три месяца празднуем ну посмотрим сейчас посмотрим шоу мор захочут то сделать бы игр я тортик делаю а то делаешь они будут на вечер покушать но чтобы тогда говори се ладненько друзья всех целую всех обнимаю тортик как-нибудь следующий раз покажу как я делаю быстро просто вкусно главное вкусно ну посмотрим завтра будет ли вкусно думаю будет вкусненько ладненько все пока друзья до скорых встреч до скорого видео до завтра друзья. Завтра буду снимать. Пока! Пока-пока! Кто довольный? Кто довольный, мальчик? Ай-яй-яй-яй-яй! Съем тебя! Карапуска-пуска! Карапуска-пуска! Давай покажем, что нам прислали с Молдавии, да? Вкусняшки! Смотрите, какую огромную сумку прислали наши с Молдавии! Мой муж еле ее дотащил! Короче, 12 килограмм! Офигеть! Сейчас посмотрим, что же нам прислали! Так приятно получать посылки! Круто! Короче, от такой посылки у нас точно слипнется задница! Смотрите, сколько сладкого! Офигеть! Я мама просто попросила вот эти уголочки, короче, вафельные! Сколько всего сладкого! Господи боже! Короче, Давидка! Если ты будешь такой же сладкоежка, как твои родители, нам пипец! Смотрите, сколько всего! Офигеть! Вот я эти уголочки просила вафельные у мамы! Это такие тортики! Вот такие вот тортики вафельные и внутри со сгущенкой! О, мама, как это вкусно! И мама два вида купила! Не хватило бы одну коробку, а две коробки! Офигеть! Короче, пипец диете! Ну что, покажу вам быстренько! Это ячменевая крупа! Это гречка! Кто там зевает? Сладкий! Это аджика мамина домашняя! Это печенька! Вот такие, знаете, шоколад сверху, а внутри зефирчик! Вкусненький, кстати, печенька! Я дома в Молдавии такие любила, любила! Тут у нас крестенел кукурузные сладкие палочки! Тут чай Липтон в пирамидке! Мне нравится! Мам купила аж три штучки! Смотрите! Вот такие вот Липтон в пирамидке! Леночка очень любит! Тут Виталий! Такого Липтона в пирамидке нету нигде! Темочки Бонзай! Потом кислый борщ! Видите, борщ Акру! Это типа такой, знаете, в порошке кислый борщ! Добавляйте в борщ! Когда кислишь, борщ заму! Потом мы тут у нас хрен! Вот хрен белый Жорик просил! Что? Говорит! А тут термометр! Я просила мне купить... Вот термометр! Вот такой рыбкой я просила купить ванну! У меня как бы ванна уже идет с термометром маленькая его! А я хочу именно в большую ванну, когда начнем его купать! Чтобы в воду смотреть! Тут пакетики я просила маленькие! Чтобы нужно работу кушать! Когда берет на обед, маленькие пакетики! Смотрите, сколько видов конфет! Офигеть! Смотрите! Офигеть! Масочка любимая! Батончики! Чудо-юдо! Офигеть! Сколько конфет! Дорами! Ну дают! Вафельки Артек! Что мамочки? Что мамочки? Смотрите! У кого тоже продаются такие вафли Артек? Это с халвой! А это крема де лаптиш и арахиде! Типа молоко и арахис! Офигеть! А сто лет не ел эти вафельки Артек! Круто! Тут бублички! И тут вижу хрен красный! Этот свекольный! С Жоржику хрен! Вот! Острый! Со свеклой! И тут у нас... А! Я просила... Да, мамочки! Там зевает! И тут я просила две шапочки купить, чтобы малому после баньки одевать именно со шнурочками! Кстати, фирма, вижу, хорошая! Это Бомбонич, наша молдавская! И что, мама, мне тут еще поставила? А! И таблетки парацетамол! Да! Вот это посылка, короче, с Молдави, от любимых и родных! Спасибо большое! Офигеть! Сейчас ставим чай! Ставит Леночка чай! И будем точить! Да, Дэвид? Жалко, что тебе еще ничего нельзя! Да, мамочки? Жалко-жалко! Да! Спасибо большое! Как приятно! Как приятно!